МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. О последних событиях в нашем коротком анонсе. Великой Победе посвящается. Махачкала встречала участников всероссийского автопробега вахта памяти сыны Великой Победы. Рыбоводы Гацатли. О форелевом хозяйстве Хунзахского района смотрите сегодня в выпуске. Открытая тренировка с известными бойцами. Тайбоксер Алаферди Рамазанов провел мастер-класс в избирбашне. Великой Победе посвящается. Махачкала встречала участников всероссийского автопробега вахта памяти сына Великой Победы. Это ежегодная акция, которую уже по традиции проводит Росгвардия. Он прошел сразу в нескольких городах республики. Маршрут автопробега пролегал через Хасавьюрт, Махачкалу и Каспийск, где сотрудники Росгвардии вместе с ветеранами службы и школьниками возложили цветы к памятным местам. С собой они взяли точные копии легендарного знамени Победы. Транспорт украсили портретами ветеранов и патриотическими лозунгами. Автоколонну встречали школьники, которые читали стихи о войне и героизме фронтовиков. Их всех племен оставили сыны. Нас 20 миллионов не забыт, убит, не вернувшиеся с войны. В столице республики колонна остановилась у парка Ленинского комсомола, где по традиции участники автопробега возложили цветы к памятнику воина-освободителя. Никогда нельзя забывать, какой ценой досталась нам Победа. И чтобы ветераны никогда не чувствовали себя брошенными. Мы всегда уделяем большое внимание. Общение с молодежью делает их тоже молодыми. Отметим, что проект продолжится по всей стране. Впереди еще десятки городов. На пути участники будут останавливаться у мемориалов, памяти и проводить патриотические акции. Ежегодно в последнюю пятницу апреля отмечается День памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей. Сегодня в Главном управлении по республике Дагестан состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу. С 1969 года при исполнении служебного долга погибли 14 сотрудников. Почтить память собрались родственники погибших, ветераны и личный состав МЧС по республике Дагестан. Все мы знаем, что служба в погонах нанесет ответственность, самоотверженность Родине и служебному долгу. На подвиги наших ребят мы воспитываем подрастающие поколения. Их работа, которая была исполнена, всегда останется в наших сердцах. Как школьники и учителя от землетрясения спасались? В Дербенской школе прошли учения по сейсмобезопасности. Сотрудники МЧС провели там тренировочные занятия. В них были задействованы представители пожарной и газовой служб, водоканала, медицинские работники. В короткий срок были эвакуированы из здания дети, учителя и технические работники. Пострадавшие, не успевшие выбежать из здания, были доставлены в безопасные зоны, где им оказали первую медицинскую помощь. Стоит отметить, что в школе функционирует пожарная дружина, состоящая из учеников 9-х и 10-х классов. Примечательно то, что в Дербенде данный вопрос организован масштабно. То есть не только данный объект участвует в этом мероприятии, а привлечены все службы РСЧС. И видно, что подготовка изначально организована качественно. Такая работа должна продолжаться ежемесячно на вашей территории, ну и также по всей республике в каждом муниципальном образовании. В горах Дагестана можно разводить не только овец и коров, но и рыбу. В Хунзахском районе вот уже три года работает форелевая ферма. В хозяйстве уже 70 тысяч мальков и 22 тысячи взрослых особей. Насколько успешно удается вести дела рыбоводам в Кацатле, узнавала Карина Баталова. Ей слово. Горы, солнце и чистый воздух. Вот уже несколько лет здесь, на берегу Аварской кайсу, находится форелевое хозяйство. Горные реки для этой, как ее еще называют, царской рыбы – лучший дом. В 17 лет этот бизнес создавался методом проб и ошибок. Несколько раз менялись локации, ведь для рыбы важно выдерживать температурный режим. В итоге бывший бухгалтер Анкалав и его напарник остановились на двух хозяйствах. Одно близ Кизелюрта, другое здесь – в горах. Холодная родниковая вода отлично подошла форели. Для разведения малька нужна чистая родниковая вода. И вот исходя из этого мы попали сюда. И заодно небольшой понтон поставили. Здесь мы можем производить до 20 тонн товарной форели. И малек форели до 100-120 тысяч. В хозяйстве выращивают форель с икринок, которые покупают в Адлере. Чтобы превратиться из икры в этих подвижных небольших созданий, малькам понадобилось 3 месяца. Уже через год они станут взрослыми особями, весом более полкилограмма. Мальки выглядят очень милыми и маленькими. У меня возникает непреодолимое желание их потрогать. Но этого делать нельзя, потому что температура их тела около 18 градусов, а тело человеческого – 36. И мои прикосновения могут быть им очень неприятны. За счет красивой переливающейся чешуи такую форель называют радужной. Помимо нее в хозяйстве есть и иностранцы. Это калифорнийская золотая форель. В этом бассейне где-то тысячи штук золотистой форели. Это та же форель. Форель подразляется на 7-8 видов. Это один из гибридов обычной форели – золотистая форель. С каждым годом зима в этих краях становится мягче, что больше радует фермера. Ведь вода не покрывается льдом, и в так называемых садках не нужно делать проруби. В целом форель – хладолюбивая рыба, и в этот сезон чувствует себя отлично. Но стоит летом температуре воды стать выше 22, и смерть неминуема. Но здесь радужной форели это не грозит. В этом садке находится уже взрослая радужная форель. Ей около полутора лет. Она в товарном виде. Кормят ее один-два раза в день. Причем корм без каких-либо химических добавок. Здесь костная мука, кровяная, пшеничная и так далее. Сегодня российские производители обеспечивают лишь 15% объема потребляемой форели. Спрос однозначно есть. Акалав это тоже понимает. Поэтому в планах фермера – лишь расширять свой бизнес. Карина Баталова, Гаджи Макомедов, Новости, ННТ, Хунзахский район. Межрегиональная общественная организация по сохранению национальных, культурных и духовных ценностей «Дагестан» начала свою работу в республике. Деятельность благотворительного фонда прежде всего направлена на поддержку молодых людей. Особый упор на поощрение образованной и при этом нуждающейся молодежи. Возглаивало дагестанское отделение фонда председатель Союза писателей Республики Дагестан Макомед Ахмедов. В знак начала совместной работы во дворе театра поэзии участники встречи посадили символическое дерево. И вот это дерево посадочное сегодня усрастет и глубоко опускает кровь землю Дагестана, как наши души, которые тоже связаны с землей Дагестана, с его природой, с его людьми, с его народами, с его дружью, с его братцами. Для этого сегодня с вами были благородны для благородного и хорошего дела. Наш фонд благотворительный собирается поощрять наших ребят, так как приоритетом нашей работы является образование дагестанцев, образование подрастающих поколений, современное и профессиональное, потому что без качественного образования нет, как мы все знаем, будущего молодого человека. Российский тайбоксер Аллахверди Рамазанов, выступающий в азиатском промоушене One Championship, провел мастер-класс в городе Избербаш. Рамазанов редко бывает в Дагестане и поделиться своим опытом с молодыми спортсменами считает своим долгом. Побывал на открытой тренировке мой коллега Камиль Девятов. В спортзале, где тренируются избербашские тайбоксеры, яблоку просто негде упасть. Мастер-класс для молодых спортсменов проводит боец лиги One FC Аллахверди Рамазанов. Аллахверди Рамазанов показывал приемы и делился секретами с молодежью из своего личного боевого арсенала. Все удары, которые были показаны профессиональным спортсменам, принесли им победы над соперниками. Я тоже, когда был молодой, я очень нуждался в советах, всяких техниках скрытых, там и в бою, и на тренировках. И я, моя задача показать бойцам, что у наших бойцов, в принципе, все есть, и дух есть, сила есть. Ну, многим не хватает хитрости в бою. Они из-за этого устают или делают многие ошибки. И я стараюсь нашим бойцам помочь, чтобы они исправляли эти ошибки. Ну, были в бою чуть-чуть хитрее, умнее. Они отслались там на выносливость или на силе. В этом же зале начал подготовку к чемпионату мира Чарак Муртазалиев. Он три раза становился лучшим на чемпионате страны. На чемпионате мира чуть не хватило. Брался, ставьте. Не отдали. Чарак пока не думает о переходе в профессионалы. Есть еще нерешенные задачи в любителях. Золото чемпионата мира в его копилке пока отсутствует. Честно сказать, с тренером, со своим Альханом Ахмедовым, по-разному подходим к каждым бойцам, потому что без этого не получается. Работать однотипно. Если работать однотипно, могут подобрать тебе ключи и можно проиграть. Уже было такое. И стараюсь в каждом бою даже подходить по-разному. Ну, стиль боя моего. Агрессивно нападаю. Руки, ноги, локти. Такая у меня работа. В избир-баш на совместные тренировки приезжают спортсмены из разных городов. В первую очередь это обмен опытом и возможность присмотреться к оппонентам. Определять слабые места своих противников можно и нужно, считает старший тренер республиканской сборной. Проводим этот сейчас общие тренировки. Уже не первый день. Уже занимаемся практически год, наверное. Мы постоянно проводим такие совместные тренировки, потому что в центральной части, допустим, очень чуть-чуть стало слабо развиваться тайский бокс. Поэтому, по сравнению с северной стороной. И поэтому мы стараемся общими силами собираться, делать общие тренировки, как бы, чтобы не только один человек, один тренер знал определенно, допустим, что-то, чтобы каждый тренер охватывал, в общем, эту работу. Это большой опыт для наших ребят. И, во-первых, это пары, разнообразие. И когда они приезжают, здесь они все братишки, все друзья. Отметим, что чемпионат мира по тайскому боксу пройдет в Бангкоке с 18 по 30 июля. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Избербаш. Не по годам зрелую и яркую борьбу показали наши юноши на турнире в Махачкале. Соревнования посвятили памяти заслуженного работника физкультуры и спорта Константина Гасанова. Республиканский турнир проходил во дворце спорта при стадионе имени Елены Есенбаевой. В Сионай ковер вышли более 150 юных вольников. Ребята представляли различные спортшколы Махачкалы и Дербента, а также Кайкенский, Сергокалинский и Шамильские районы. Награды разыгрывались в 12 весовых категориях. Инициаторами соревнований выступили воспитанники спортивной школы «Динамо», которые в разные годы тренировались у Константина Гасанова. Они планируют проводить турниры ежегодно. «Да, он мой первый тренер. Я с детства у него был, можно сказать, вырос у него на его глазах. Был очень хороший тренер, не только как тренер, как и мужик был. Можно было на любую тему поговорить, как отец, где надо и поругать, где надо и скажет, даст правильные советы». «В первом году так республиканский турнир провести, а в дальнейшем можно уже на международный юношеский турнир вот так проводить, приглашать за рубежом команды, чтобы хороший турнир был. И хотелось бы отдельно поблагодарить Завора Салаудинову, который помогал тоже в организации и Зубаэрова Альбека, тот, что зал тоже выделил нам, помог. Объединяем благодарность, спасибо тоже. И ребятам тоже спасибо, тем, кто принимал. Всем, кто принимал участие, всем большое спасибо». На этом у нас все, не переключайтесь, смотрите также наши новости в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания.